Вопросы североказахстанских предпринимателей рассмотрели на расширенном заседании регионального совета с участием Акима области. Какие проблемы обсуждали? Вопросы североказахстанской области Вопросы североказахстанской области рассмотрели на расширенном заседании регионального совета с участием Акима области. Вопросы североказахстанской области Вопросы североказахстанской области Вопросы североказахстанской области Вопросы североказанской области Вопросы североказанской области Вопросы североказахстанской области Вопросы североказанской области Вопросы североказанской области Вопросы североказанской области Идет, работает уже на отказ производства Вопросы североказанской области 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 Контроль и статистические данные на выходе из Российской Федерации и на входе в Казахстан очень сильно отличаются. На выходе это миллион триста тонн, а на входе всего в районе трехсот-четырехсот тысяч тонн. То есть миллион тонн у нас просто с серым импортом зашло и мы практически этого не видим. Говорили на встрече и о доступе фермерской продукции на полке торговых сетей. Если обратить внимание на товары, которые на сегодняшний день находятся на прилавках, это российские товары, белорусские товары. И все удорожание, оно зависит как раз таки от, во-первых, курсовой разницы между этими странами, во-вторых, от импортеров, не от наших фермеров. И на сегодняшний день фермер проигрывает битву за прилавок. Напомню, 30 июня депутаты восьмого созыва ушли на каникулы. Однако для них это не повод отдохнуть. Народные избранники выезжают в регионы, где встречаются с избирателями. Все проблемные вопросы они обещают проработать уже на следующей сессии парламента. Аля Шарашимов, Азамат Баймукан, МТРК. Одна из главных задач по пресечению серого импорта отводится пограничной службе. Депутат Можилиса парламента Республики Казахстан Айдарбек Ходжаназаров с другими представителями партии Республика посетили пограничный пост Жанажол. Здесь они ознакомились с работой пропускного пункта. Трех пограничных отделов, 17 пограничных застав, 8 подразделений пограничного контроля. Из них один пункт пропуска авиационный, три пункта пропуска железнодорожных и четыре пункта пропуска автомобильных. Мы сейчас непосредственно находимся в пункте пропуска Жанажол автомобильный. Пропускная способность пункта до 4,5 тысячи людей и до 2,5 тысячи транспортных средств. Проходимость здесь плотная. При этом, отмечает депутат, товар при пересечении границы по железнодорожным путям проходит проверку тщательнее. Поэтому, чтобы не допустить ввоз в страну непроверенных импортных товаров с помощью автомашин, Можилисмен призвал улучшить их прослеживаемость. Проблема в том, что железнодорожный транспорт приходит более официально через железнодорожные пути. И таким образом проследить, чтобы данный товар не стал перекраситься в казахстанский. И в конце концов были уплачены все необходимые платы. Мы планируем отработать совместно с департаментом госдоходов и с министерством торговли систему учета. Нам необходимо оцифровать практически весь поток импорта вплоть до самых прилавков. Эта оцифровка на самом деле не такая сложная, но в конце концов мы будем видеть, в каком количестве у нас действительно заходит товар. Почему? Потому что очень часто получается, что товар, заходя к нам в Казахстан, он перекрашивается, становится нашим казахстанским и попадает на прилавки. Подобная продукция может не соответствовать стандартам качества, безопасности, экологическим нормам. Однако многие потребители предпочитают товары серого импорта из-за их низкой цены и широкого ассортимента. Такая продукция, говорит депутат, не дает развиваться и конкурировать отечественным продуктам. Очень часто мы получаем критику со стороны населения о том, почему продукты питания дорожают. Почему продукты питания дорожают, почему фермеры не контролируют данный вопрос. Но если посмотреть, выйти на прилавок, вы увидите, что прилавки практически на 70% состоят из товаров российского, белорусского и украинского производства. То есть мы проиграли в войну за прилавок уже давно, 5-6 лет назад. И та цена, которую мы видели в прошлом году, причиной этой цены была курсовая разница. Чтобы повысить уровень отечественных товаров, депутат призывает продлить запрет на серый импорт как минимум на полгода. На данный момент он действует и до 10 октября. Поднял Айдарбек Худжаназаров и вопрос о повышении статуса военнослужащего и привлекательности этой профессии. Сейчас разрабатывают законопроект, с помощью которого срочники смогут получать различные льготы. А именно поступить в любой вуз без экзаменов, получать стипендию и место в общежитии. Кроме того, после окончания учебы в течение 5 лет отслужившие будут выплачивать подоходный налог со скидкой в 50%. Это позволит увеличить количество призывников, а также отбирать ребят, которые действительно хотят отдать долг родине и создать для них хорошие условия. 100 144 заявки поданы казахстанскими фермерами на получение субсидий. На рассмотрении управления сельского хозяйства находятся 37 236 заявок. Больше 22 тысяч заявителей получили отказ. По данным Минсельхоза в листе ожидания 32 146 заявок на общую сумму 96,5 миллиардов тенге. Данные заявки полностью обработаны системой и оплачиваются управлениями через систему казначейства. На данный момент фермерам выплачено порядка 69,4 миллиардов тенге. Помимо данной суммы через государственную систему субсидирования, пересельхозтоваропроизводителями погашены прошлогодние долги по субсидиям на 28,4 миллиарда тенге. Общие сложности через единую государственную информационную систему субсидирования выплачено 133,6 миллиардов тенге. По новым предложениям субсидирования процентной ставки подано 5077 заявок на 109,3 миллиардов тенге. 968 заявителей получили положительный ответ. Особо крупную партию синтетики изъяли полицейский у 27-летнего Петра Павловца. Он был содержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Накануне молодой человек устроился на работу в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. При обыске у него изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в одном из них находилось свыше 101 грамма мефедрона. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен под стражу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. 26-летний североказахстанец был задержан на территории Петропавловска с особо крупным размером синтетических незаконных веществ в прошлом году. На тот момент он уже находился под следствием по подозрению в хранении наркотиков без цели сбыта. Он пытался уверить полицейских, что и в этот раз не планировал их распространять. Говорил, что будучи наркозависимым искал чужие закладки и совершенно случайно обнаружил пакет с 40 свертками мефедрона и альфа-ПВП, который оставил себе для личного пользования. Тем не менее, оперативники управления по противодействию наркопреступности уже располагали сведениями о причастности подозреваемого к сбыту стимуляторов и произвели задержание. В настоящее время, по информации пресс-службы областного департамента полиции, мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Всего в этом году в регионе за сбыт наркотиков осудили 13 человек. Все получили крупные сроки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за полгода изъяли свыше одного килограмма синтетических наркотиков. Громкая музыка в автомобилях, шумные и не всегда трезвые компании во дворах – одни из главных причин звонков в полицию летом. Так, к примеру, 11 июля полицейские привлекли к ответственности несколько жильцов дома по улице Жукова и сразу по двум административным статьям за нарушение тишины и распитие алкоголя в общественном месте. Часто в протоколах мелькают имена владельцев или администраторов кафе, которые забывают убавить музыку после 10 часов вечера в будни или 11 часов вечера в выходные и праздничные дни. Нередко сигналы поступают от людей, проживающих по улице Конституции Казахстана. Уникальная пешеходная улица – излюбленное место прогулок горожан. К сожалению, в темное время суток некоторые из них забывают, что в домах рядом хотят отдохнуть люди. В среднем сотрудники городской полиции отрабатывают несколько таких вызовов каждую ночь. С 1 июня по 12 июля в областном центре зарегистрировали 253 факта нарушения тишины. А с начала года в области по этой же причине привлекли к ответственности порядка 1380 человек. Напоминаем, шум по ночам влечет штраф на физических лиц в размере 5-месячных расчетных показателей. В арт-центре Казалжар прошла ярмарка вакансий. Ее организовал филиал молодежного крылажа «Стару Х» при партии «Аманат». Свои вакансии и условия труда здесь представили свыше 15 предприятий области. Это магазины, заводы, банки, организации сферы услуг. Для нас очень важно это кассиры, продавцы, консультанты. Также нам требуются грузчики, требуются специалисты узкого профиля, такие как повара. Повара специалисты именно в сфере производства мясной продукции, хлебопулочных изделий. В нашем городе сложно с персоналом. Мы ищем везде, даем объявления. Ярмарку организовали специально для выпускников и студентов колледжа и вузов, а также для молодежи категории НИД. Среди тех, кто сегодня пришел в поисках работы – Ярали Айдархан. Он хочет подзаработать на каникулах. Говорит, не привык сидеть без дела даже летом. Пришел на ярмарку, найти работу на лето. Посматриваю варианты официанта, либо консультата. Здесь большие выводы представлены работ всяких разных. Это вторая ярмарка-вакансия, организованная специально для молодежи. Предыдущая проходила в июне. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК. Адель Шантемиров приехал в Петропавловск из района Макжана Жумабаева. Абитуриент хочет поступить на факультет электроинженерии. Выбирает между тремя вузами, включая Кузыбаф Университи. Слышал. В основном хорошие отзывы. Говорят, тут еще общежитие есть. Рассматриваю вообще электротехнику и энергетику. Потом коммуникации, коммуникационные технологии, механика, металлообработка и еще там какое-нибудь еще выберу. ЕНТ я набрал на 99 максимальный балл. Но думаю, на грант пройду куда-нибудь. В 2023 году шансы поступить в Кузыбаф Университи на грант стали выше на 50-70%. По сравнению с прошлым годом, отметила директор департамента по приему Гульмира Аспанова. Подать соответствующие документы можно до 20 июля. Для удобства поступающих технические секретари вуза принимают их в трех отдаленных районах региона. Талших, Акжарский район, это Сергеевка, в самой Сергеевке мы принимаем документы и Пресновка, Джамбульский район. У нас две формы подачи заявлений на грант. Это электронно через ЕГОВ и через национальный центр тестирования, систему национального тестирования. Нашему университету дали полторы тысячи грантов по международной программе. Это технические специальности, это педагогические специальности, это смежные науки, специальности, биотехнологии, информационные системы, педагогика-методика начального обучения, дефектология, педагогика-психология, менеджмент в управлении. Нам около 250 грантов дополнительно дали на педагогические специальности. Кроме того, Кузбайф Университи предоставляет по 100 грантов на каждую из трех образовательных программ в рамках коллаборации с Университетом Аризоны. Это отличная возможность для тех, кто хочет поступить на технические и педагогические специальности. По этой двухдипломной программе ребята 3,5 года обучаются у нас в Петропавловске и один семестр они уезжают обучаться в Америку. Защищают один дипломный проект на два университета. Поэтому они получают два диплома. Перелет, проживание, страховка в период обучения, это все идет за счет университета. Кузбайф Университи возобновил прием документов на военную кафедру. Всем, кому это будет необходимо, ВУЗ предоставит общежитие. Данные о тех, кто получил образовательные гранты для обучения в местном университете, появятся в период с 5 по 10 августа. Дарья Пашпынцева, Замат Баймукан, МТРК. Ваши горные аплодисменты. У нас, уважаемые темпы до 13. Посадить тысячи часов лекции и столько же страниц прочитанной литературы. Кузбайф Университи провожает в большую жизнь своих выпускников. В этом году стены ВУЗа покинут 1700 студентов. Из них около 20% окончили университет с красным дипломом. В этом году выпускаются впервые студенты по двум образовательным программам. Это биотехнология и карантин растений. Это тоже очень востребованные специалисты на нашем рынке труда. Особенность вручения состоит в том, что в этом году мы впервые даем диплом в новом формате. То есть студенты получают два диплома. Один большой диплом по западному образцу, который они могут затем повесить в рамочку дома у себя. И второй стандартный, маленький, как и раньше они получали. В зале бакалавры инженерного педагогического медицинского факультета. Последний в этом году провожает первый поток выпускников, включая 70 парней и девушек из Индии. Искать работу они будут на родине. Я чувствую себя прекрасно, так как сегодня замечательный день. Мне понравилась учеба в университете. Временами было непросто, но я очень старался. Я планирую вернуться на родину. Там сдать дополнительный экзамен, после искать работу. Моё образование даёт мне возможность работать в любой точке мира. Такая возможность есть у каждого выпускника Кузыбаев Юниверсити. Выпускной завершился концертной программой. В детском оздоровительном лагере «Берёзка» отметили День Нептуна. В этот день каждый отряд показал свои таланты, сплочённость и дружбу. Каждый день у ребят наполнен интересными событиями и развлечениями. Роман Чернобая в лагере уже четвёртый раз. Говорит, что здесь не бывает скучно. Мне очень нравится в этом лагере. Я погружился со многими людьми, которые живут недалеко от меня. А после весёлого праздника ребята пошли на спортивную площадку, где их обливали водой из пожарного рукава. Спортивные игры, развлечения, конкурсы, дискотеки каждый день. Скучать ребятам не приходится. Их развлекательная программа расписана поминутно, говорит директор лагеря. Этот сезон у нас называется «Детское творчество». Заехало 177 ребёнка. Вот у нас здесь 4 корпуса, 7 отрядов. Режим дня у нас уже выработан годами. В 8 утра у нас подъём. В 15 минут с 9 они идут на зарядку. Затем с полдевятого до 9 проходит у нас линейка, где они получают, их знакомят с режимом дня на день. И они получают задания, если, допустим, крест, что они будут проводить, кругосветка. И каждый день у нас проходят по 3 мероприятия. В лагере 5 сезонов, сейчас идёт второй. За это время в «Берёзке» отдохнули 135 детей. Последний пятый сезон завершится 11 августа. Так что у юных североказахстанцев ещё есть возможность провести летние каникулы весело и с пользой. Камила Карим, Черняз, Иманов, МТРК. Продолжение следует...